Ребята, всем привет! Вы смотрите канал Алина Пузырь, канал кондитера-путешественницы, и мы по-прежнему в Казахстане. Кто смотрел прошлое видео, я здесь уже делала тортик на заказ. Если не смотрели, посмотрите тортик в стиле Гарри Поттера. А сегодня будет долгожданное видео, очень многие попросили. Одна из ваших самых любимых рубрик, мы будем пробовать торты. Поэтому вас сейчас ждет обзор на торты в Казахстане. Я уже заказала себе несколько тортов, и большие, и маленькие. И сейчас вам покажу, расскажу, какие они на вкус. Что внутри, что снаружи, какой декор здесь умеют делать, какой не умеют делать, сколько это все стоит. Будет очень интересно, очень вкусно. Я надеюсь, поэтому наливайте себе чай, кофе, и погнали! И самый первый тортик у нас самый большой, самый дорогой, из одной из самых известных кондитерских. Здесь в Алматы из Милки Кейк. Очень много я спрашивала у вас здесь в Ютубе, в Телеграм-канале, у меня в Инстаграме. Если вы еще не подписаны, кстати, обязательно подписывайтесь. Где мне заказать торт и что попробовать? И очень многие советовали Милки Кейк. Его владелица известная девушка-кондитер в Алматы. Вот поэтому, конечно же, я решила попробовать этот тортик. Смотрите, какая коробка, такая хорошенькая. Без пакета, без всего это было. Курьер привез мне это так. Такая ленточка здесь завязана. Очень выглядит все стильно и неплохо. И что очень приятно, еще положили свечки в подарок. Вот, мне кажется, такой элемент заботы всегда очень приятен для клиентов, для заказчиков. И также здесь есть их наклеечка, на которой написано их название, их логотип и номер телефона. Посмотрим, что у нас внутри. Итак, ой. Та-да-дам. Смотрите, какая шикарнота. Закрепили торт, да? Здесь, смотрите, сколько мне скотча положили от души. Я заказывала вот такой тортик, вот такой был референс. А внутри я попросила сделать медовый торт. Можно было заказать от одного килограмма. Я попросила сделать мне один килограмм. Мне сказали, можно только от полутора килограмм. Я на это согласилась. Я попросила сделать вазу из-за мальта, шарики. Сказала, цветы можно не делать. Мне сказали, что повторить прям на 100% не получится, но сделают максимально похожий. Потом мне написали, что вазу не смогут сделать матовой, смогут сделать просто ее прозрачной. И мне хотелось написать, что вы просто можете добавить туда диоксид и краситель Потому что, очевидно, красители у них есть Но я не стала этого говорить, чтобы себя не выдавать Как они сказали, пусть так уже и будет им виднее Ну, в общем, вот такой тортик получился Он, правда, не похож на 100% на то, что я просила Но максимально приближен Тем более, что торт на референсе, который я просила, он, очевидно, побольше Да, там где-то 3 килограмма Здесь я просила минимальный вес Это 1,5 килограмма И давайте, кстати, взвесим, посмотрим, насколько реально это получилось 1,9 килограмма Представляете, у меня тут полкилограмма перевес сделали Вот это от души щедро Давайте я вам расскажу про сервис Это первое, на что я обращаю внимание Потому что это первое, с чем ты сталкиваешься при заказе тортов Хотя под видео, где я делала обзор на албанские торты Мне написали, какая разница, как с вами общаются Какая коробка И главное, чтобы торт был вкусным Но на самом деле сервис это очень важно Потому что клиенту, конечно, хочется чувствовать заботу Хочется, чтобы вежливо общались Доставку делали вовремя Что я могу сказать про эту компанию? Во-первых, общались со мной не супер вежливо Писали там без каких-либо, ладно, смайликов Это, конечно, ничего страшного Но я заказала торт, чтобы мне его привезли с часу до двух И когда уже время подошло к двум часам Я написала, когда будет готов торт Мне сказали, будет готов ко времени Все Я такая, ну уже время, уже два часа Мне сказали, как будет готово Вам пришлют фото И в итоге торт мне привезли на час позже Но я как бы на самом деле уже в Казахстане к этому привыкла Потому что нам постоянно привозят все позже Что-то путают И вот с девчонками, с подписчицами Мы встречались здесь в Алматы И я вот говорила про такой сервис И мне говорят, в Казахстане все постоянно опаздывают Это нормально, уже привыкайте И я уже на самом деле привыкла к этому И ничего не стала писать, ничего не стала говорить Конечно же, никто не извинился Никто ничего не сказал Сказали, все, отправили Встречайте Окей И давайте смотреть, что у нас здесь в декоре У нас здесь шарики У нас здесь ваза из изомальта Вот немножечко здесь кандурин Блеск начал уже с нее течь Но в целом ваза красивая Прозрачная Видно, на каком коврике ее делали На коврике для макарошек Вот здесь такие круглые Крем-чисток вкусно Кружки видно, видно сам коврик, да, отпечатался Ладно, нормально Помните, в Албании, когда я заказывала торт И там были леденцы из изомальта И на них были отпечатки пальцев Вот это была жесть А здесь вазочка красивая Хорошая, такая большая Мне она, в принципе, нравится Напишите в комментариях Как вам такой декор? Тортик мне обошелся Вот это, кстати, тоже интересная история Потому что у них был написан ценник в инстаграме Что килограмм торта стоит 6000 тенге Я заказала полтора килограмма торт Она спросила, сколько будет стоить Мне написали 16 тысяч Все Я хотела уточнить, чтобы мне вам на видео рассказать Сколько здесь декор, сколько стоит торт Мне написали У нас кремовый декор от 4500 И все Я ничего не поняла Сколько стоит декор Сколько стоит торт Что в итоге меня ждет Как-то со мной вообще не очень хотели общаться Но что имеем, то имеем Выравнивание на тортике хорошее И мне кажется, в цвет тоже попали Да, такой пудровый Розовый, белый Здесь такая золотинка В общем, в принципе, все с декором нормально Мне нравится Вазу хорошо закрепили на шоколад Давайте посмотрим, из чего сделаны шарики Мы недавно обсуждали в Телеграме Что декор никакой не едят О, кстати, смотрите Хорошо закрепили Что декор никакой не едят Но просто, чтобы понять Из шоколада или из глазурью они сделаны Я всегда все пробую Непонятно, что это, если честно Вообще безвкусный какой-то шоколад Или глазурь На вкус, на самом деле, нормально Но вообще просто никакого вкуса нет Может шоколад такой без сахара Супер, что шарики закрепили Что они на зубочистках И еще плюс на шоколаде Что ничего точно не отвалится Это прям мне нравится Давайте резать наш тортик Мне очень интересно, что там внутри Я заказывала медовый торт С кремом Дипломат Заварной крем Типа крема Патисьер Но если Патисьер Мы еще потом взбиваем с маслом То Дипломат взбивается Со взбитыми сливками После стабилизации Посмотрите Здесь у меня 6 медовых коржиков Очень мягкий торт Если вы заметили, когда я его резала Прям нежнейший Ну давайте попробуем Я, кстати, никогда не пробовала медовик С заварным кремом С кремом Дипломат Всегда обычно делают на сметанном Очень интересно Очень вкусно Ну выравнивание я уже влезла рукой Я уже знаю, что это крем-чиз Очень вкусный крем-чиз Ну правда очень вкусный торт Ой, летающий плюс В серединке замороженный торт Ну может он просто такой холодный В середине, да Ледочка И не то чтобы против замороженных тортов Все торты замораживаются И муссовые, и бисквитные Но то, что он еще не до конца разморозился И внутри прям вот в серединке Если так вилочкой провести Вот прям там очень-очень твердо И вот тут крем прям замороженный Но он оттает и будет очень вкусный Такие смешанные у меня на самом деле Чувства остались Потому что что-то мне очень понравилось Что-то не очень Торт правда вкусный Немножечко жаль Много жаль твоей Немного жаль, что внутри Он все-таки замороженный Я вообще не знала, что у них замороженные торты будут И что он внутри еще не разморозился Но сам крем вкусный Коржи вкусные Все вкусное Выглядит тортик неплохо Правда? Тут мелочи вот по вазе А по цветам, по выравниванию Мне он нравится Шарики хорошо закрепили 16 тысяч тенге стоил мне этот тортик Это получается 2900 рублей примерно Если пересчитывать И еще 300 рублей я отдала за доставку Но коммуникация и доставка Которая опоздала И никто за это не извинился Вежливых слов никаких не сказал Это, конечно, подвело И это немножечко расстраивает Поэтому я бы, наверное, этому торту поставила Я бы, наверное, сказала 70-10 Снижу балл за то, что он был Немножечко заморожен внутри И за коммуникацию Балл авансом же сменит Потому что... Следующий лот у нас не просто тортик А у нас тортик с капкейками Смотрите, какая коробочка Никаких здесь опознавательных знаков нету Но заказывала я этот тортик У тоже достаточно известной кондитерши Амина Бакиева У нее своя кондитерская И вот я даже название не могу вспомнить Потому что здесь нет наклеечек Как же называется? Называется Бакиева кейк По имени Точнее, по фамилии девушки Которая все это делает Здесь у меня бента-тортик И два вот таких прелестнейших капкейка Я решила, что в Казахстане, в Алматы Нужно попробовать все И торты, и капкейки, и бента И дальше нас тоже ждет Очень интересный, необычный торт Такого мы еще не пробовали Так... Ой... А как это достать? Как правда достают? Как? Как? Как это достать? Как? Сейчас берем коробку Ну, удобнее не стало, честно сказать С горем пополам достали Бента-тортик И достали капкейки Я не знаю, кондитеры Кто использует вот такие коробочки Напишите в комментариях Как достают ваши заказчики потом бента Потому что это вообще неудобно Или прям есть из самой коробки Но я думаю, это тоже не очень удобно Ну, в общем Декор у меня здесь Вот такой С 8 марта Потому что 8 марта недавно прошел И я увидела у них там были предложения К 8 марта И я думаю, что мне думать Что сочинять Какой декор я хочу Закажу то, что у них вот А сейчас есть в продаже То, что сейчас актуально И вот такой вот миленький У меня здесь сахарная картинка Или вафельная Сейчас узнаем И просто декор крема И вот у капкейков то же самое Что внутри Я не знаю У меня не уточнили Какой вкус я хочу Но может быть у них у бента У всех один вкус Поэтому это вкус-загадка Когда разрежем Мы с вами узнаем Что внутри А я вам пока еще расскажу Про сервис Про казахстанский Про который я уже Начинала вам рассказывать И в этой серии С этим тортиком Тоже будет продолжение Про сервис Заказала я тортик И девушки на самом деле Очень мило общались Но потом в нашей переписке Возникло самое страшное Голосовые сообщения Ребята, если у вас бизнес Если вы кондитер И не важно В какой компании вы работаете Пожалуйста Не присылайте заказчикам Голосовые сообщения Вот я, честно Терпеть их ненавижу И я делала тоже этот пост Из себя в телеграм Там писала, что я не люблю Голосовые сообщения Как вы относитесь К тому, что вам компания Присылает голосовые сообщения И все написали Что они тоже ненавидят Когда им незнакомые люди Звонят Или пишут Голосовые сообщения Присылают Поэтому, пожалуйста Не присылайте голосовые сообщения Тем более Когда идет заказ Когда идет процесс заказа И важно уточнить Вкус Декор Цену И так далее Вам же самим неудобно Будет искать все это В голосовых сообщениях Поэтому введите Переписку Пожалуйста Очень вас прошу Но тем не менее Заказ у меня приняли И опять же В назначенное время В час дня Мы договорились Что будет доставка Я пишу Говорю Когда привезут мне заказ Мне говорят Через 15 минут Все оформляем Привозим Сейчас все будет быстренько Но в итоге Спустя час Мне пишут В два часа И спрашивают А вы хотите Чтобы у вас была Картинка с 8 марта Я понимаю Что мне еще даже декор Не сделали на моем тортике Не то что Мне его даже еще не отправили Декора еще нет И в итоге Только к 3 часам Мне тортик привезли То есть с опозданием На 2 часа Тоже не извинились Ничего не уточнили Дома ли я еще Или может быть Я уже ушла И праздник закончился Но я уже говорила Что я привыкла К такому сервису В Казахстане И это окей Поэтому давайте Пробовать И давайте оценивать Декор этого торта Так Ну в декоре Бенда Тут особо много Ничего не придумаешь Тем более Когда у меня здесь Картинка Картинка нормальная Видимо она хорошо Изолирована Сейчас мы это увидим Она не поплыла Все с ней хорошо Единственное У меня есть вопрос Крему В нем прям очень-очень Много розовых точечек Что на торте Что на капкейках Видимо краситель Не разошелся Не растворился Может быть использовали Неправильный краситель Жирорастворимый Вместо гелевого Потому что жирорастворимый На самом деле Не очень хорошо расходится В крем-чизе И нужно его либо Блендером пробивать Либо прям хорошо Лопаткой втирать Может быть из-за этого случилось Может быть так и было задумано Я не знаю Но вряд ли кажется Что смотрится это Не совсем правильно Давайте узнаем Что же внутри торта Какую мне там положили Начинку Но сначала я уберу картинку Потому что с ней Неудобно резать Она изолирована мастикой А нет не мастикой Шоколадом Или глазурью Поэтому она прям такая Тверденькая Так Ну бисквит я вижу белый И ягодная начинка Только вляпалась крем У меня уже синий И зеленые пальцы Синий и зеленые красители Самые сильные Хотя я не знаю Откуда здесь зеленый Может быть от картинки он был Но синий наверное был В креме фиолетовом Ладно Давайте пробовать Ну тортик я вам сразу скажу Просто нежнейший Мягенький Прям вот максимально Максимально нежный Косточка малины Малиновое пюре внутри Или клубничное Какая-то косточка мне попалась Куриная Надеюсь нет Но тортик очень вкусный Очень нежный Чувствуется ягода Крем-чиз Тоже вкусный И бисквитик пропитанный Прям вот нежнейший Нежнейший Правда торт Очень вкусный И они угадали С начинкой Мне такая начинка нравится Ну правда Такой стандартный вкус Просто ягодный Просто сливочные бисквиты Очень неплохо Я думаю что в капкейках Тоже похожий бисквит Тоже они такие прям Нежненькие Мягенькие В декоре Давайте посмотрим что в декоре Тоже крем-чиз Вкусный Сладкий Прям даже слаще Он в декоре Чем в начинке Мне такой вкус нравится За наборчик торт Блин Да почему я опять Много влажу Господи у меня какая-то Сегодня на мне Порча По влезанию в крем Отдала я за это все 6900 тенге То есть это около 1000 рублей Да 1000 с небольшим И в принципе Мне кажется это вообще Очень хорошая цена Совсем небольшая Единственное Что меня расстроило И немножечко так Напугало Это то что я не знала Какой будет вкус внутри А если у меня Аллергия на малину Да Или кто-то не ест малину Я конечно сама Не уточнила Какой будет вкус Но я думаю Что это должно быть На стороне компании Которая мне предлагает Торт И привозит Они могли бы уточнить И хотя бы сказать Что внутри будет Такой-то тортик Такие капкейки И это было бы нормально Все остальное В принципе Внешний вид И вкус Мне понравился С доставкой Я вам уже сказала Какие проблемы возникли И с общением Я кстати только сейчас Заметила Что на картинке Которую я отправляла Когда делала заказ Там был бента Капкейк И макарончик А мне привезли Бента И два капкейка Вот То есть тут Немножечко Перепутали Я этому тортику Тоже поставлю 7 баллов Потому что проблемы Были точно такие же С сервисом С общением А декор И вкус Мне очень понравились А мы с вами Переходим к третьему Самому интересному торту Чем он интересен Тем что мы его Не заказывали у кондитера Или в кондитерской Мы его купили В магазине В сетевом магазине Который называется Куликовский Их очень много Здесь в городе Я знаю что он есть В других городах И по моему Даже в других странах Он есть Вот Я решила что нужно Попробовать такой торт Из масс маркета Потому что очень многие Люди пользуются Их услугами Пробуют эти торты Покупают себе На день рождения Когда нет времени Ждать заказа Когда не хочется Выбирать Не хочется думать Можно просто прийти И взять тортик Я решила что я тоже Его попробую И многие из вас Мне здесь в сообществе Писали что попробуйте Торты в Куликовском И я решила Их взять А многие писали Чтобы я их не пробовала Но я про это Еще попозже расскажу Коробка выглядит вот так Просто обычная Пластиковая коробочка Мне очень нравится Что здесь есть лента Хотя торты Такие недорогие И доступные Но все равно Ленточку праздничную сделали Это очень классно Смотрите Что здесь внутри Кстати Вкус тоже необычный Я такой вкус не пробовала Называется торт Каприз А внутри Мак Это можно вот видеть В декоре И грецкий орех Очень интересно Я такой правда Давно не пробовала Есть торт Бедный еврей Был еще какой-то Подобный торт Где тоже есть Мак И орешки И курага От Мирель Я помню был такой торт Очень вкусный Вот очень давно Я их не видела Давно не пробовала Поэтому очень интересно Что же там В декоре Сейчас посмотрите Мак Что тоже немножечко уехал У меня Куда-то Шоколадки И видимо Вот цветочек здесь был Ну и что-то он Развалился И немножечко Потек В Куликовском Можно заказать Торты с декором Я вот вам покажу Там есть витрина На которой выставлены Фальш-ярусы С разным декором И там на заказ Тортики тоже можно сделать Они там есть И внутри В самом магазине Тоже можно забрать Торты Которые уже с декором С надписями Ну вот я выбрала Такой без всего Потому что хотела Этот вкус попробовать Состав у него Кстати очень хороший Ничего здесь плохого Нету Но есть Вот из-за чего Мне писали все Что не нужно пробовать Тортик в Куликовском Потому что написано Дефрестировано Сегодня То есть все торты Которые есть в этом магазине Они были заморожены И дефрестированы Уже перед реализацией Как я и говорила Ничего плохого Я в заморозке не вижу Очень многие кондитерские Как мы вот сегодня убедились И как мы видели В Албании И по-моему В Южной Африке Когда мы снимали Там тоже что-то Было заморожено Очень многие кондитеры Замораживают заготовки Замораживают торты Все муссовые торты Мы замораживаем И бисквитные торты Часто замораживаем Когда в них есть Правильный крем С желирующим агентом Где нет свободной воды Все это можно замораживать И ничего плохого С тортом не происходит Наоборот Это очень хорошо Это нам помогает Сохранить его свежесть А также помогает Сделать начинки Муссы Конфи Компоте Чтобы все это держало форму Поэтому я к заморозке Отношусь очень хорошо Она нам правда помогает Главное Что? Что вот здесь написано Что нельзя Повторно замораживать И конечно мы это в магазине Не можем проследить Да как хранили Замораживали Размораживали Как доставляли Но будем надеяться Что все с этим тортом Было хорошо Мне очень нравится Что я ем не из тарелок А с подложек Это вот просто Дом кондитера Где подложек Больше чем тарелок Так ну давайте посмотрим Вот такой разрез Непримечательный Да вообще ничего не видно Какая-то каша внутри Торт кстати мягкий Размороженный Но бисквиты очень сухие Вкус Вот вы знаете Кроме как нормально Ничего не сказать Казалось Что вот орешки Мак Что это вот Там изюм еще в составе есть Что это будет Что это такое вот Вкусное Классное Вареная сгущенка Но нет Вот сухие бисквиты Много орешков Правда Чувствуется мак Его прям очень много И вокруг И внутри Крем нормальный Бисквит нормальный Сухой Конечно Никакой конкуренции С тортами От кондитеров И кондитеров Которые работают в цехе С хорошими кондитерскими Торт Не выдержит Но вот правда Такой Просто обычный Торт И он стоит недорого 4200 тенге Мы за него отдали Это примерно 800-850 рублей Что в принципе За торт 600 грамм Он весит В принципе Нормально Вот правда Ничего особенного Ни в декоре Ни в начинке Я вот этому торту Поставила Я даже не знаю Ну за сервис Там были очень приятные Женщины Которые мне помогали Спрашивали вам помочь Вам подсказать Я у них спрашивала Есть ли у них муссовые торты Есть ли бисквитные торты Они вот мне все подсказывали Вот только за сервис Я бы поставила им 2 балла И за то Что они вот повсюду есть В городе Их легко найти За доступность И за цену А так Ну вот 3 балла Максимум Что я могу К сожалению 5 Ну 5 Ну какие 5 Ну за что тут 5 Ну даже Тут даже подложки нет Вот пластиковая Фигулина Давайте подводить итоги На самом деле Знаете Как всегда Мы понимаем Какой торт был Самый вкусный Это когда после съемок Мы идем наливать чай И просто берем торт Который больше всего понравился Который вот быстрее всего улетает У того больше всех баллов И должно быть Вот я сейчас понимаю Что после съемок Я пойду пить чай с медовиком Потому что он для меня Был самый вкусный А муж говорит Что будет есть крем от капкейков Что он самый вкусный Вот Поэтому победители Конечно здесь очевидны Мне нравится Вот этот торт Больше всех Но здесь сложно его сравнивать С бенто тортиком Потому что в бенто Очень простой декор Но тем не менее Этот торт мне очень понравился Он и вкусный И красивый И выравнивание Хорошо сделано Здесь в бенто Тоже по виду И по вкусу Претензий нет Кроме вот этих вот Точечек розовых Я им ставила 7 баллов Так я им и поставлю Потому что правда Тортики классные Вкусные И качество у них отличное Что в принципе Было понятно Потому что в Казахстане Очень много хороших кондитеров И у меня учениц Очень много в Казахстане И в Караганде И в Алматы И в Астане И в Шимкенте Поэтому я знала Что здесь будет вкусно И красиво Но вот торт Из масс-маркета Конечно меня разочаровал Но тем не менее Спасибо большое Что смотрели это видео Мы с вами увидимся В новых странах С новыми тортами Обязательно подписывайтесь На канал Ставьте лайки И всем пока-пока Субтитры сделал DimaTorzok